Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей, и сегодня мы поговорим о такой теме Почему женщина не хочет секса? Ну, одна из причин, почему женщина не может хотеть секса, это, конечно же, различные заболевания, да? Ну, и тут нужно определить, соответственно, такое определение поставить, что заболевания могут быть совершенно не гинекологического характера Это может быть, ну, хронические воспалительные какие-либо заболевания, в том числе даже артриты, артрозы Это может сказываться, к примеру, таким образом, что сейчас мы этого немножко коснемся, да? Я здесь должен еще был сказать, что кортизол, да, повышение кортизола, соответственно, негативно сказывается на женском лебеде, и вообще на оргазме, и так далее Но, соответственно, тут нужно понимать, что также, и, соответственно, если девушка применяет экзогенные кортикостероиды, да, все вот эти вот препараты То, естественно, это будет менять состояние кортизола, он может и повышаться, может и сильно понижаться Тут уж всякое разное, по-разному бывает Наверное, стоит делать отдельный выпуск по кортизолу, я его когда-нибудь сделаю, просто тема очень объемная И, опять же, нужно снять это все в рамках научно-популярных, да, чтобы было коротко и понятно Поэтому мы уходим тут же к следующим причинам, не забываем про диабет Диабет тоже, да, кринные изменения вызывает И, соответственно, таким вот образом может тоже сказываться на женском лебеде Но, опять же, это если, ну и вообще на лебеде, опять же, надо иметь в виду и оргазме, и все как бы вместе мы обсуждаем, да То есть, девушка в случае, если она больна, если у нее от диабета, вы знаете, то есть не сам диабет будет причиной этих вещей А разные какие-то побочные эффекты, которые он, да, вызывает, ну, даже, допустим, просто общую усталость Все это будет сказываться на половой активности Ну, понятно, что рак, такая банальность, да, то есть, это глупо, конечно, об этом говорить здесь Но, тем не менее, не забывайте, что любая онкология пережитая, она вносит свои коррективы в гомеостаз Также в гомеостаз вносит свои коррективы сердечно-сосудистые заболевания, да И, соответственно, не забывайте, что в работу органов малого таза очень сильно затрагивают заболевания Касающиеся, на которые я давно-давно снимал достаточно много выпусков Это различные заболевания спинальной медицины, позвоночника, да, нарушается, может нарушаться микроциркуляция органов малого таза Могут появляться не специфические разные, соответственно, невралгии, парастезии И, соответственно, таким образом будет, ну, как минимум, у человека будет это отвлекать И я встречал, когда у человека из-за спины внутри, соответственно, влагалища, из-за неврологических появлений Были специфические такие боли, ощущения покалывания, щекотки одновременно И когда мы пролечивали спину, полностью женщина, соответственно, пропадает Все вот эти вот ощущения у нее Поэтому не забывайте, что, в общем-то, со спиной, если вы хотите качественный секс Если вы хотите, соответственно, получать оргазмию Если вы хотите испытывать желание вообще к сексу, активное лейбдо такое иметь То, соответственно, вот эти вот вещи нужно обязательно держать здоровыми Также могут быть проблемы с эстрадиолом, прогестероном, пролактином Соответственно, и чаще всего, когда применяются так называемые кок, коки Там по-разному, да, на сленге Ну, это контрацептивы оральные комбинированные Вот, и, соответственно, все вот эти вещи, они в некоторых случаях, да, ну, меняют баланс тестостерона в женском организме И тут, ну, по-всякому бывает Короче, бывает очень часто, что влияет это на желание женщины заниматься сексом Как в плюс, так и в минус Ну, чаще вот бывают сбойки и в минус Ну, дегидростерон тоже можно измерять Все анализы энтроптифитирует врач-эндокринолог Или вы можете также посоветоваться с вашим гинекологом По поводу вот этих вот проблемок Самостоятельно себе пить, назначать ничего не стоит, да И, соответственно, как бы, что еще вам сказать Будьте здоровы, дорогие друзья Подпишитесь уже на мой канал, пожалуйста Вот, и если вас тема эта интересует То, пожалуйста, соответственно, пишите мне в комментариях Будем разбираться дальше Также рекомендую посмотреть выпуск про окситоцин Да, я снимал окситоцин или женская виагра Если вы на канале впервые То я думаю, что вам очень зайдет этот выпуск Если вы досмотрели мое данное видео до конца А я с вами прощаюсь Жду вас в своем инстаграме и на консультациях онлайн Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья